К другим темам. Национальный доклад по противодействию коррупции обсудили на общественном слушании госслужащей и предпринимателей региона. Он был принят в прошлом году. Каждая организация могла внести свое предложение. От нашей области таким проектом стал открытый Акимат. Татьяна Исельская с подробностями. В национальном докладе несколько частей. В нем собраны мировой опыт борьбы с коррупцией, статистические данные и результаты социологических исследований. Заносят в него и конкретные рекомендации по шаговой инструкции для госорганов. Согласно 2018 году в плане было предусмотрено 41 мероприятие. 21 мероприятие со сроком исполнения в 2018 году. 20 мероприятий это на ежегодной основе. Анализ итогов реализации антикоррупционной стратегии Казахстана за 2018 год показал, что все запланированные антикоррупционные мероприятия были исполнены. Сейчас большое внимание уделяют упрощению и ускорению получения госуслуг. Это стало возможным благодаря проекту «Открытый Акимат». Его разработали в нашем регионе несколько лет назад. Теперь обратиться в госорганы можно через интернет. Из 94 услуг, которые предоставляют ведомстве, половина доступна в электронном формате. Такое нововведение не только экономит время, но и помогает исключить коррупционные риски. Также данный проект был отмечен в национальном докладе по противодействию коррупции в качестве примера для других регионов Казахстана. Наша основная задача это, конечно же, минимизация бытовой коррупции и создание комфортных условий при оказании государственных услуг. И очень приятно, когда читаешь проект национального доклада за 2018 год и находишь там пример создания комфортных условий по городу Петропавловску. Это внедрение открытого Акимата, который, соответственно, вошел в национальный доклад, который ляжет на стол нашему президенту. Нередким стали случаи, когда должностные лица, пользуясь служебным положением, покровительствуют предпринимателям, в том числе субъектам теневой экономики. На основании этих проблем в прошлом году был реализован проект, который позволит исключить коррупционные правонарушения в рамках взаимодействия предпринимателей и госорганов. Татьяна Исельская, Дельнуржанов, Новости МТРК.